Об этих манипуляциях и о памятниках ПАДах мы поговорим с Александром Алфёровым, историком. Он с нами уже на прямом включении. Здравствуйте, Александр. Александр Анатольевич, приветствую. Доброго здоровья всем. Скажите, пожалуйста, ну поскольку сейчас мы можем наблюдать декоммунизацию, когда-то начался процесс коммунизации, в частности, украинской территории, как он происходил, каким образом навязывалась эта идеология? Вы знаете, на самом деле очень интересно. Давайте к Путину вернемся, про Ленин создавал Украину. Коммунисты, большевики все-таки понимали, что нет более надежного основания на, скажем так, прохождение мировой революции, как не просто делать какие-то проекты вроде как сегодняшних так званых ДНР и ЛНР, тогда их тоже хватало. Это та же Донецко-Криворская республика, которую большевики сами уничтожили, потому что сказали, что, ну, ребята, вы коммунисты, и будьте коммунистами до конца. Не нужно ничего делить, дробить. И вот во времена Ленина коммунизация, она наступила достаточно интересным образом, потому что Ленин считал, что республики должны поддерживать мировую революцию, то, что там есть свои местные власти, это отдельная история. И поэтому коммунисты вот первых 20-х годов, начало, они стремились к такому, чтобы создавать как можно больше таких республик, показывать миру, что все страны там загораются идеями святовой революции, то-сё. И, собственно, в 20-е годы даже наступает такой период, как украинизация. То есть сначала мы имели в СССР, в СССР, да, украинизацию, когда большевики, чтобы показать, что они такие же хорошие, как, там, петлюрацы или гетьманцы, да, только другие чуть-чуть, и тоже за Украину большевики начали, коммунисты начали использовать термин украинизации, когда начало действительно больше украинского языка, литературы, печати, масс-медиа на украинском языке. А потом это всё раз, и на какой-то момент, когда сказали, ну вот, вы посмотрели, какие коммунисты хорошие, и тоже за украинскую культуру, а теперь, пожалуйста, начинаем большой террор. Вот, и вот в этом плане коммунисты отличались, наверное, своим вот этим вот азартом, да, когда они, по сути, пытались коммунизировать Украину сначала через украинскую культуру, так, они находили подход к рабочим, к крестьянам, да, вот, на самом деле это была та вот отрава, которую уже пускали постепенно в сладкую чашу, и, соответственно, коммунизация Украины в 20-х годах, это была уже та отрава, которая приготовила в середине 20-х годов, 20-го века, вот тот способ умерщвления украинской нации, украинских элит, и именно вот это вот заигрывание, сладкое заигрывание, которое мы видим и сегодня, связывают очень сильно, например, те же некоторые страны Западной Европы с Путиным, сладкое заигрывание России, это очень опасно. Да, но тогда ведь во время Большого террора те, кто заигрывал, они ведь тоже под репрессии попали, правда? Конечно, да, то есть мы должны понимать, что вот даже если мы сейчас обратим внимание на Большой террор, у россиян есть такое понятие, как бытовой антисемитизм, и вот заметьте, что он, они пытаются сегодня, с 2014 года пытаются демонстрировать, что Украина одна из стран, которые есть антисемитскими, да, хотя у нас президент вроде как гражданин Украины, и вроде как у нас наименьший, собственно, антисемитизм в Европе в целом, но вот этот бытовой антисемитизм россиян, он привел к тому, что они очень рады тому, что вот тех чекистов, да, которые сами уничтожали в 20-е годы, 30-е уничтожили. И, конечно же, все это по фамилиям они разбирают, кто к кому принадлежит. И тут отмечу, что действительно руками большевиков уничтоживались люди, и все, кто был этими палачами, они тоже в свою очередь были уничтожены. То есть те, кто уничтожал Украину в 20-е годы, попали под репрессии начала 30-х годов. Те, кто делали репрессии начала 30-х годов, были уничтожены в период 37-39 года. Ну, а те, кто, собственно, дожил, вот эти репрессии остановились войной, да, но война, Вторая мировая война, она принесла другие репрессии, репрессии среди военных, которые, в свою очередь, могли быть и членами партии, с 1905 года, грубо говоря, да, и тех, кто развивал советскую армию. Собственно, репрессии в Советском Союзе не прекратились ни на один день. Мы должны это понимать, что от начала расстрела Киева в 1918 году до смерти Стуса Марченко мы понимаем, что это все репрессии. И для украинцев они были постоянные. Александра, вот такое еще наблюдение, как вы считаете? Сейчас в августе Шойгу недавно озвучил, что собираются фашисты будущего, которые будут называться неофашистами, собираются провести так называемый форум или конгресс, международный антифашистский конгресс. Не будет ли это означать, что, да, будут обвинять Украину во всех смертных грехах, будут рассказывать про бойцов УПА, это понятно. А вот не будет ли чисток среди российской верхушки? Не будут ли начинать искать вот этих врагов для того, чтобы свои же неудачи оправдать и своих же начинать отправлять куда-то подальше? Ну, за решетку или в ссылке? Вы знаете, на самом деле я скажу, что очень страшная риторика, которую мы слышим часто, например, о фашизме. Мы прекрасно понимаем с вами, что это идеологический термин, который с 30-х годов, среди 30-х годов использовал Советский Союз, и его начал использовать, продолжила Россия федеративная. Путин, кстати говоря, 9 мая в своей жалостной речи, он ни разу не употребил термин фашизм. Очевидно, с 30-х годов. Это впервые в России не употребляют термин для того, чтобы обозначить врагов. Это первое. Второе. Мы часто видим в том, что пытаются сделать подмену понятий в контексте, например, того же Нюрнбергского процесса. Когда говорят, вот будет Нюрнберг над украинскими фашистами и тому подобное. И знаете, в чем основная идея Нюрнберга? Это ведь не показательно засудить всех, а проявить справедливость судебную. И вот, кстати говоря, просто нашим зрителям прошу, просто даже откройте в Википедии, почитайте, что такое Нюрнбергский процесс. И прочитайте, например, о том, что не все на нем, кого обвиняли, были, например, скажем так, подданы большим сроком, либо убиты. Были люди, которых признали невиновными. Нюрнберг — это не судилище. Нюрнберг — это справедливость. И вот когда мы поймем с вами, что европейские ценности, они базируются на справедливости, а не на, скажем, театре абсурда, связанном с тем, что нужно обязательно привести Нюрнберг, то есть заранее известных людей, нужно обвинить и расстрелять прилюдно. Вот у россиян-то все очень намешано и очень сплутанно. Они хотят Нюрнберга, они видят фашизм. То есть это все, на самом деле, идеологические маркеры, которые они использовали еще со времен Союза, вытянули нафталиновые. Но тот же Нюрнбергский процесс, например, он же из тех томов, которые были по Нюрнбергскому процессу, я хотел бы обратить внимание, что все они на английском языке, на немецком, на других языках мировых. Но, например, на русском языке тот идеологический Нюрнбергский процесс, на нем издано всего пару томов. Почему? Потому что в других томах вспоминается, например, та же организация украинских националистов, которая обозначена, что она не есть стороной, которая воевала за Гиктора, а хотела лишь освободреждение Украины. Там обозначена украинская повстанческая армия, УПА, которая никаким образом не позначена там, как армия, которая боролась вместе с немцами. И, наоборот, обозначена тем, что это украинское движение сопротивления во Втором мировой войне, целью которой было создание незвестимой Украины. То есть манипуляция – это то, что обычно характерно для тоталитарных режимов. И чем больше они манипулируют, чем больше они брешат, либо умалчивают, тем это более приводит к их распаду, их нестарной. Мы вспомним, что в конце 80-х они пытались замолчать Чернобыль. Огромнейшая глупость. Мы помним, что в конце 80-х весь мир понимал, что где-то в 1939 году Советы с Гитлером договорились. Но Гитлер проиграл, а Советы молчат. И лишь в конце 80-х годов действительно во время гласности было сказано, что да, Советский Союз и Гитлер разделили Европу. Вот эти молчания, они приводят к вопросам. А вопросы обычно, знаете, если у человека много вопросов, он пытается на них найти ответ. Если даже этот ответ, это правда, она болит, все равно человек пытается найти на них. Поэтому любые вот такие конференции, собрания, это всего лишь театр абсурда, который ни к чему не приведет. Он лишь поставит больше вопросов к изначальной терминологии, которая подводится фашизм, юрберк и тому подобное. Александр, вот я очень быстро ремарку вставлю. Вот такие конгрессы, это же ведь попытка оправдаться перед своим же народом. Что мы делаем? Зачем мы начали эту кровавую войну? Ведь в России до сих пор не все понимают, за что воюют. Насколько это может сработать? Понимаете, в России-то не все понимают, что воюют. Но мы должны понимать, что Украина 25 лет не знала войны. И мы чуть меньше. И мы не думали про это. Мы наблюдали за войной из новостей, что наши миротворческие контингенты украинские проходят в той или иной стране. А вот россияне, заметьте, они ведь живут в состоянии войны. Вот они в 1991 году распался с собой, они остались одни. И всем сказали, вы плохи, и вас кидают, потому что вы неправильно живете. И они вот остались со своей РСФСРом этим. И вы заметите, 1991 год. Татарстан отделяется, Урал отделяется, Чечня отделяется. Где-то политически смогли сомкнуть Уралу, Татарстану. Татарстан недавно, кстати говоря, утратил пост президента Татарстана, которого избирали Чечня. Эта война, по сути, на 10 лет затянулась от военной кампании. Потом россияне берут участие... Они соревнуются с НАТО, да? Они берут участие в Югославии, они берут участие в Сирии, Ирак и Афганистан тот же. Несмотря на вывод войск, они везде присутствуют. Поэтому для россиянина любого, у него постоянно идет информационный поток, что где-то воюют русские за православную идею Сирии. Поэтому они в этом живут, они привыкли. И, конечно же, видно, что многие из них были удивлены этой началом кампании активной. Но я замечу, что до 2007 года соцвопросы у россиян показывали, что у них главный враг это Штаты, Америка коллективная. В 2008 году показали, что у них грузина оказывается главный враг. В 2008 году мы помним, что Россия напала на Грузию. До 2012 года оказывалось, что Украина считает, что Украина считает другому-то минимальное количество населения. А тут в 2013 году соцвопросы показывают, что Украина первый враг. Уже не Штаты, не Грузия, а Украина. То есть манипуляция, которую производят они для средств массовой информации, позволяют, в принципе, народу интуитивно понимать, что вот-вот-вот есть враги. Поэтому нападение на 2014 года, а потом промывка восьмилетняя россиян до 2022 года, она показала, что все россияне знают, что в принципе это враги. Вот заметьте, у Лукашенко ситуация наоборот сложилась. Восемь лет Лукашенко ходил и говорил, что Минск будет процессом для переговоров, для того, чтобы мир был. И, конечно, сейчас Лукашенко восемь лет не поливал в эфирах, что Украина это враги. Поэтому Беруссия не понимает, что делает Лукашенко. И Беруссия, и сам Лукашенко понимает, что народ его не поддерживает, если он пойдет в Украину в прямой агрессии. Вот и вся разница. Да уж, Александр, скажите, пожалуйста, ну в Украине-то, особенно после событий 24 февраля 2022 года, вопросов практически не осталось. Тут есть единая цель, это прекратить ту войну, которую развязала Россия, и вернуть временно захваченные территории. В части этой войны это та самая декоммунизация, ну или избавление от памятников советского наследия. Как вы считаете, ну, во-первых, насколько это эффективно и насколько стоит сейчас вообще говорить о подобных шагах? Я просто прошу чиновников услышать мой голос насчет терминологии. В Украине деколонизация невозможна. Это неправильный термин. Сейчас я просто объясняю на пальцах. Есть страна, которая становится колонией, но это предусматривает то, что митрополия имеет высшее экономическое, культурное развитие. Александр, я прошу прощения, что перебываю. Декоммунизация, коммунизация. Декоммунизация, да. А, прошу прощения, я не услышал, да. Ну вот, собственно, говоря о декоммунизации, тогда, прошу прощения, еще раз, я хотел сказать, что в целом и декоммунизация, и дерусификация, и деколонизация, это процесс, который нужно называть деимпериализацией. Это огромнейший процесс, потому что империи действуют разными методами. И вот говоря о декоммунизации, я хочу вам сказать, что, например, памятники Ленина, несмотря на процесс декоммунизации, который должен был быть закончен по законодавству Украины в конце 2016 года, вы памятники Ленина последние еще в зимой 21-го года, мне кажется, убирали. Напомню, что в Новгород-Северском убрали изображение Ленина и Сталина вот после освобождения Новгород-Северского, да, недавно совсем. Хочу отметить, что вот ваш сюжет, который был очень хороший, да, он показательный был, и с удовольствием он посмотрел, он действительно говорит о том, что люди пытаются убрать из своих стран памятники, но не нужно воспринимать, что это борьба с памятниками. Вот представьте себе, что вы живете в квартире, и в вашей квартире кто-то приходит и говорит, вот тут я поставлю бюстик того, 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 вы говорите, я не знаю этих людей, кто это, писатель, это, поэт, кто это. А вам говорят, ничего страшного, потом все узнаете. И потом эти заседи ваши защищают, говорят, нет, 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 ты в своей квартире не прав, это передвигать, это защищается законом и тому подобное. То есть эти памятники не ставили народы Прибалтики. Их ставили им для того, чтобы маркировать присутствие вот этой империи на этих территориях. И поэтому, когда ставят памятники танкам, а их, вы знаете, ну вот, честно говоря, в любой областной центр можно было, даже никогда там не бывая, с кем-то договориться на встрече, говорить, возле танка давай. Или как, на улице Ленина. Вот это те же маркеры. И вы точно знаете, что в каждом областном центре будет танк, и вы там можете встретиться. Это ведь не памятники чему-то, это ведь не памятники победе. Понимаете? Это памятники силы и демонстрации. Вот тот танк, который стоит, он ведь демонстрирует не просто победу во второй мировой войне. Он демонстрирует то, как пражскую весну танками, да, как Будапешт с танками взяли. Вот это демонстрация силы. Это не демонстрация победы. Победу можно демонстрировать в разные способы, но это не демонстрация победы. И вот, когда говорят о мемориалах, мемориалы, они бывают разные. И у большевиков есть традиция, еще после Октябрьской революции, они хоронят своих людей на территориях не на кладбищенских. Они пытаются вынести мемориалы куда-то в центр. И поэтому для них это уже сразу был такой маркерный, просто маркерная точечка. И когда они делают свои кладбища военные, должны быть военными кладбищами. А не демонстрация на костях людей, которые погибли, а мы должны понимать, что любой погибший военный, он не собака. Это только в советские времена немецкие кладбища просто уничтожались, а восхвалялись свои. То есть они уничтожали немецкие кладбища. А теперь они говорят, что вот тот уничтожает их кладбище. Это не война с мертвыми должна быть. Это война с эрлисками и война с гларификацией, которая лишняя. Александр, спасибо большое за ваши комментарии. Кстати, у вас на вашем YouTube-канале есть множество тем, которые вы поднимаете. В частности, они связаны с историческими событиями, реальная информация, плюс опровержение различным родом мифов. Поэтому предлагаю нашим зрителям подписаться на ваш канал. Кстати говоря, сегодня будет видео про, что такое Малая Русь. Это будет интересный подарок для советской пропаганды. Я с удовольствием посмотрю. Спасибо большое. Я часто бываю с нашими европейскими друзьями дебаты на эту тему. Поэтому с удовольствием буду ждать вашего выпуска. Спасибо, Артем, большое. Александр Алферов, историк, был с нами на прямой связи. Спасибо.